Новые виды продукции могут увеличивать объемы в творчестве и поширать экспортную географию. Сегодня после реконструкции открыли цех номер 2 завода торфяного машинобудования «Большовик». Дякуши модернизации, предприемство начинает выпускать на рынок паввагоны в узкой колеины новой модификации. На открытие цеха, а также поменьшовать предприемство с 90-х годов, приехал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Будовнейший проект, коштам полтора миллиона рублей, финансовало Министерство энергетики. А купить его можно за четыре с половой годы. По кольцу в ГОЦ будет выпускать 12 вагонов. Это минимальный заказ. Но при необходимости можно и больше. Все будет зависеть от опыта. Сейчас такие вагоны выпускает только Амкадор. И в першиню их вытворчность наладили в системе державного объединения «Белпалгаз», в которую выходит завод «Большовик». У торфяной промысловости Беларуси выкористовывается амаль полторы тысячи вагонов. Большость уже амортизована. Дякуючи новому цеху, рухомый состав будет обновляться. Для предприятия это не только новый вид продукции, но это и новая добавлена стоимость. Это увеличение выручки, а соответственно и рост заработной платы. Это плюс и в целом по району, так как это прибавка будет в району не только в части выручки, но и поступление налоговых платежей в бюджет. Что году в Беларуси здобывают около 2 миллионов тонн торфа. С этого объема вырабляется около 1 миллиона 200 тысяч тонн торфяной продукции. 20% – единый экспорт. Остатнюю застается в Украине и позволяет замешать около 450 миллионов кубометров импортуемого природного газа. Торфяная промышленность – это достояние Республики Беларусь. Мы занимаем четвертое место в мире по добыче торфа, занимаем первое место в мире по производству торфабрикетов. Это наше национальное достояние, и поэтому торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут быть дрова, это могут быть торфабрикеты, электроэнергия или природный или жиженый газ. Открытие в цехах – это первый этап модернизации. На Чарзе – иншие цехи. Там плануют обновить станки, как не только повысить якость традицины выпускаемых товаров, а ли выраблять новые. Зараз торфяная продукция поставляется у больших 20 краин. Объемы поставок у опошней годы росли. Все лето процесс замородила пандемия. Ситуация по кругу выправляется, и кировничество сподяется на повышение экспортной складающей своей продукции. Да и на новый цех – великое сподевание. Не просто большие, а громаднейшие. Мы сегодня, согласно стратегии развития Министерства энергетики, торгового предприятия, уже на следующий год у нас прогноз – минимум 12 вагонов. Мы можем делать ежегодно и 15 вагонов. Срок окупаемости при условии выпуска 36 вагонов составит порядка 4,5 лет. Все лето завершается реализация Держпрограммы энергосбережения. Среди ключевых разделов – развитие одновляльных крыльц энергии и переход на мясцовые виды палева. Дровы, паленую дранку, пелеты и торф. Ресурсная база опошних в Беларуси свыше 2,5 миллиарда тонн. Марина Северьянова, Телерадио, компания «Гомель», Гомельский район.